продолжаем 28 июля возникла идея опылить между собой лунный камень и пандора стрэжа ну вернее скажем изначально я хотела взять пыльнику пандора стрэжа и опылить ей лунный камень но к сожалению пандора стрэжа с утра еще не раскрылись пыльники можно попробовать их как-то насильно раскрыть не знаю можно попробовать вот а у лунного камня ну вот у него пыльнички немножко раскрылись и мы сейчас один сожвем который покажу где у нас камера то есть где у него по раскрытий и перенесем ну муха ты нашла место куда сесть муха сидит муха вот сделаем таким вот образом перенесем и вот это тоже заодно перенесем на пистик пыльцу будем надеяться что они завяжутся они кстати не всегда завязываются лучше это делать с утра во всяком случае я так для себя определила потому что я с вечера пыталась тоже я могу либо с утра либо вечером потому что днем я работаю вот и пробовала и так и эдак но с вечера они завязываются хуже поэтому если кто хочет гибридизировать между собой сорта лучше заниматься этим с утра ну правда с утра не совсем пыльники раскрываются поэтому видимо надо ловить какой-то такой момент между утром и наверное и со самой жарой днем когда раскрываются пыльники и можно с одного лилейника на другой перенести пыльцу почему я именно хотела перенести с пандоры на лунный камень лунный камень мне как родитель кажется более ну именно как материнское растение кажется более сильным и скажем от материнского растения у лилейников передаются именно качество роста силы самого растения от ради растения отцовского идут больше характеристики цветка во всяком случае я читал об этом соответственно для материнского растения стоит подбирать именно более крепкие более хорошо размножающийся растущие лилейники вот исходя из этого думаю сейчас я тоже пыльничек на пандоре трэжа то сорву сейчас найдем какой-нибудь подходящий какой-нибудь более-менее под раскрытый вот например вот этот сейчас мы его то есть видно что на конце здесь уже пыльнички раскрываются вот и попробуем перенести это на на лунный камень так и второй тоже на всякий случай пусть будет вот таким образом будем надеяться что завяжутся цветов семена вот их можно будет посадить и и тогда будем наблюдать за процессом превращения семян в растения отбором и может быть что-то из этого вырастет красивая посмотрим